Первый мобильник стоил в Германии почти 4000 марок. Сейчас он скорее всего стал еще дороже. В конце концов, как еще объяснить то, что сотрудники Берлинского музея коммуникаций прикасаются к нему только в специальных перчатках? «Он помещается в руке, его можно спрятать в карман. Не нужно никаких огромных надстроек. Можно было зарядить его дома. Это был действительно самый первый мобильник, каким мы его сейчас представляем, у которого помимо звонков были и другие функции, например, СМС». Если посмотреть на мобильные устройства предыдущего поколения, становится ясно, почему этот мобильник стал настоящим техническим прорывом. Позже мобильные телефоны становились компактнее, легче и функциональнее. И вот пришла эра смартфонов. Современный быт без них уже сложно представить. Отправить имейл, почитать новости, спланировать маршрут или вызвать такси, все это можно с помощью мобильника. В Берлинском университете искусств пытаются выяснить, каким же будет будущее мобильного телефона. Фабиан Хэмерт создает простые прототипы, на примере которых изучает возможности изменения устройства. Он уверен, в будущем такие приложения, как Фейсбук, будут встраиваться уже в очки или часы. И эту тенденцию ученый считает опасной. «Если информация – это наркотик, то Фейсбук, дилер. Благодаря смартфонам, смарт-очкам или смарт-часам мы максимально приближаем к себе дилера. Сейчас нашим богатством стало не время, а внимание». И свое внимание молодые люди все чаще уделяют модным техническим устройством. Так однажды умные очки или часы станут чем-то нормальным, повседневным. А вот мобильник рискует стать пережитком прошлого.